Так, давайте мы кратенько так пробежимся по всему тому, что мы проходили, потому что у нас сегодня Яков присоединился к нам. Мы быстренько повторим основные тезисы, которые у нас есть в предыдущих главах. Я напоминаю, что сегодня мы изучаем четвертую главу послания Якова. Глава очень интересная, не знаю, насколько нас хватит, чтобы мы ушли вперед по ней. Итак, кто помнит, что у нас в предыдущих главах, какие основные мысли? Наташа, давай. Встречать не по одежке, а по душе. По душе. Ой, не помню только уже точно, какая глава. Я только помню, у нас основные тезисы. То есть во второй главе это у нас как раз Аков принимает эту проблему, что, к сожалению, некоторые христиане, они начинают встречать друг друга по одежке. Так и правильно. Пословица такая. Встречают по одежке, провожают по беседе. Ну вот, это вот, да. Пословица она откуда берется у нас. Тем не менее, Аков, он предупреждает о том, что, ну это не самая лучшая практика в христианском обществе, что мы должны в первую очередь искать горнего, духовнего, смотреть на людей, богатых верой, а не на тех людей, которые говорят о том, что не бедных ли мира Бог избрал быть богатыми верой. То есть многие люди, несмотря на то, что они находятся как бы в материально стесненных обстоятельствах, они могут проявлять большое богатство веры. Их легче привести за жену, чем этих богатых верой. И да, есть такое, что трудно действительно богатому войти в Царствие Божие, да, легче верблюду пролискать угольное ушко. А начинается вообще письмо с чего? То есть кому оно послано? Влада! Кто помнит? Ну, послужим верующим, двенадцати коленом, находящимся в России. Верующим христианам, находящимся в России, или современным языком выражаясь, это беженцы. Беженцы за веру, тех, которых выгнали с их имений, с их насиженных, так сказать, мест. И, разумеется, беженцы это всегда люди, которые испытывают определенные материальные недостатки. Послание Якова, она говорит очень много о материальных вещах, о богатстве, о бедности. И видно, что люди, они испытывали проблемы именно материального характера. И сегодняшняя глава, она, в общем-то, будет тоже об этом. Хорошо, эти самые материальные проблемы, Яков говорит, что они подталкивают людей к определенным действиям, за которые Яков осуждает. Во-первых, люди не радуются, или, скажем так, впадая во все вот эти вот испытания, в сложные какие-то обстоятельства, они немножечко теряют, возможно, какую-то внутреннюю радость и спокойствие за свое духовное состояние. То есть немножечко они впадают где-то в ропот, да, где-то они начинают завидовать богатым, да, и это проявляется через грех лицеприятия. Потому что что такое лицеприятие? Это когда мы видим человека в богатой одежде, мы начинаем немножечко льстить ему где-то там как-то. В общем-то, большей частью из-за того, что мы этому человеку завидуем, хотим быть такими же, как он, где-то возможно разделить его материальное богатство в какой-то. Может, где-то он нам поможет, где-то он там нам будет полезен, этот человек, или еще что-то такое. Точно так же, например, духовные люди, они тянутся к богатым верой, потому что мы тоже с ними можем разделить это духовное богатство, богатство, вера, где-то наставить друг дружку, где-то помочь, где-то там обличить, возможно, да. Тем не менее, люди впадали в ропот бывало, в сложных обстоятельствах, они говорили, что бог их искушает, я как предупреждал от этого, да, говорил, что все ваши духовные провалы, которые вы испытываете, в том случае, если вы, например, не делаете так, как бог говорит, если вы искушаетесь на грех, это не по божьей вине, а по вашим собственным вожделениям, по похоти вашей собственной. Хорошо. Дальше у нас Иаков поднимает проблему, что многие верующие люди, они проявляют некую такую внешнюю праведность, то есть внешнее благочестие. Они много об этом говорят, возможно, это как-то проявляется в их внешнем виде, но тем не менее, Иаков создает подобное поведение, и он говорит, что подлинное благочестие перед богом – это хранить себя неоскверненным от мира, то есть сохранять вот это вот божественное сознание, вот эту вот христианскую идеологию, не делать того, что делает мир, не делать вот эти вот поступки, которые оскверняют нас, грех не делать, да, и участвовать в скорбях нуждающихся людей, сиротых долг, об этом говорит Иаков. В третьей главе Иаков также поднимает проблему, очень важную, которая, видимо, имела место быть тогда, и, честно говоря, я вижу эту проблему и сейчас в современных церквях, это то, что многие люди, они хотят быть учителями. Возможно, это, естественно, какая-то потребность человека – поучать другого, тем самым превозносясь, так сказать, самому над другим человеком. То есть вот Иаков говорит, не становитесь многими учителями, потому что люди, называясь учителем, они несут определенную ответственность, и они будут более судимы, более, нежели те, которые не учат. Что подразумевает пасовую ответственность, а именно мы должны быть очень аккуратны в слове, потому что все согрешают в слове. Иаков говорит о том, что язык – это неукротимое зло. Часто очень через нас, через наш язык, выходит наружу то, что не должно выходить, и он говорит, не может из одного отверстия течь, и горькая и сладкая вода. Вы, говорит, этим же языком прославляете Бога, и этим же языком проклинаете человека. То есть Иаков, он осуждает вот эту вот позицию судьи, когда человек, он начинает кого-то наставлять, кого-то получать, кого-то осуждать, и над кем-то превозноситься. Мы возвращались в Евангелие от Матфея, 18 главу, где Иисус говорил о том, 18 или 23, где Иисус говорил четко о том, что не называйтесь друг друга учителями, потому что вы все братья, и один у нас учитель Христос. Мы должны учить друг друга, наставлять, помогать, но кем мы должны называться? Мы друг другу братья. Проблема всплывает, когда люди многие хотят друг дружку получать, они начинают соревноваться. Начинаются какие-то споры, какие-то разногласия, люди пытаются где-то, возможно, там показать себя, свою какую-то человеческую мудрость, показать, что вот смотрите, я вот такой вот более мудрый, вы вот там менее мудрый. То есть Иаков говорит, что настоящая подлинная мудрость, та, которая действительно нечеловеческая, а та, которая сходит свыше от Бога, плоды этой мудрости никак не могут быть спорами, разногласиями и так далее. Третью главу я подытоживаю фразой, что плод праведности у тех, которые сеют мир, то есть сеются теми, которые хранят мир. Что плод мудрости вот этой вот Божьей, на которой должно быть все вот наше мировоззрение основано, оно ведет к миру. И помните, что Иисус говорил, что если вы будете иметь любовь между собой, значит подлинно узнать, что вы мои ученики. Настоящие ученики, они не стараются отделиться друг от друга, они не стараются где-то злословить друг друга, где-то осудить друг друга. Иисус сказал, не судите, не судимы будете. Каким судом вы судите, таким будут судить вас. Иисус сказал, прощайте, и будет прощено вам. Молитва, Отче наш, мы помним одни из ключевых фраз, что мы у Бога просим простить наши грехи, точно так же, как мы прощаем должникам нашим. То есть, вот эта вот позиция осуждения, позиция превозносения над кем-то, позиция судьи, Иаков как бы ее развенчивает и говорит, что это не совсем правильная, не совсем христианская позиция. Итак, мы переходим в четвертую главу, и давайте мы прочитаем, я предлагаю начать с первого и по седьмой стих. Давайте мы по, поскольку у нас раз, два, три, шесть человек, давайте по одному стиху. Начнем с Наташи. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? По два, да? По два. У меня будет этот современный перевод. Вы чего-то хотите, но не имеете, и поэтому убиваете. Вы чему-то завидуете, но не можете этого достичь, и поэтому вступаете в борьбу и враждуете. Но вы не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить, не на ваше вождение. Пролюбодеи и пролюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Бога. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание? До ревности любят Дух, живущий в нас. Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог горден противиться, а смиренный Дух, живущий вновь. Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Хорошо. Первый стих говорит о том, что... Как еще она не закончилась? Нет, ну седьмой. Седьмой стих пока прочитаем. Первый стих говорит о том, он нам показывает самую главную причину, откуда у христиан все проблемы, откуда у них разделение, откуда у них споры и вражды. И как называет Яков эту основную ключевую проблему? Вожделение. Вожделение, греческое слово, гедеон, это желание, которому человек не может противостоять. Примерное, похоже, синоним этого слова в Библии – «покоть», тоже желание, которому мы не можем противостоять. Мы разбирали уже в первой главе, что у нас от этого все проблемы, почему мы искушаемся, почему мы иногда делаем грех. Здесь точно так же вражды и распри – это грех, в этом нет ничего хорошего, да? От чего? От вожделений. Где находятся эти вожделения, где они воюют? Ирина? Что? Где находятся вожделения, где они воюют? Мира в духовном мире. Ну, давай лучше из стиха, из первого. Да, из первого стиха. А в страстных желаниях? В страстных желаниях, которые воюются в наших членах, написано. Внутри нас, в нашей плоти. То есть, эти желания, они не имеют под собой какую-то духовную основу. Они основаны на подвергностях, вернее, на похотях, будет правильно сказать, нашего плотского человека. То есть, когда человек начинает с кем-то спорить, когда он начинает с кем-то враждовать, когда он начинает пытаться что-то заполучить, то, что в данный момент без вражды у него не получается получить просто так, он руководствуется в первую очередь своей плоти. Это не плот нашего Духа. Иаков продолжает в 4 главе ту мысль, которую он начал в 3. То есть, есть мудрость, которая исходит свыше, да? То есть, вот эта вот духовная мудрость. Вот эти вот духовные ценности. Есть мудрость. И плот этих духовных ценностей, то есть, мы читали скромность, да, послушность, милосердие, добрые плоды. И есть мудрость земная, душевная, бесовская. И вот плот вот такой вот мудрости, это вражды, это распри. Где-то кто-то друг дружку там получает, они враждуют. Где-то кто-то друг дружке завидует, что у него есть вот это, а у меня там нету. У них из-за этого получается какая-то вражда, да? В каких именно членах это находится? Это находится в нашем ветхом человеке. Наше сердце, наше ветское. Имеется в виду, конечно же, наша душа. Члены это что имеется в виду? Как в современном переводе? В современном переводе написано, что в вас, которые борются друг с другом, внутри вас самих. Внутри нас самих. В современном переводе ничего не понятно. А вот в этом переводе, в боющих членах ваших, уже так расшифровано, дальше ничего. Что такое наши члены? Руки, ноги, голова, глаза. Это наш ветхий человек, это наше тело, это наше плоть. Например, вот возникает проблема лицеприятия или проблема зависти богатым людям. Наше тело, оно устроено так, что мы видим, что, ага, вот этого человека, он ест вкуснее. Вот этот человек, он в большем комфорте находится. Он у него там в машине вот так вот мягко, а у меня вот немножечко пожестче. Вот у этого человека там положение в обществе, оно какое-то более, которое... Которое его, так сказать, многие там уважают, там преклоняются перед ним, одежда у него красивая. Это не просто помышление как бы вот наших рук и ног и всего прочего. Это помышление всего нашего человечества, вот этого ветхого естества. Наш плотский человек, когда Павел в послании к римлянам, он говорит, что вы сейчас носите образ Адама, Адама перстного. Сначала говорит душевное, потом духовное. То есть человек он рождается, он душевный, он перстный, его тело состоит из земли. Если мы подумаем внимательно, все, что вот в нашем теле, это земля. И помышления вот эти, они у нас душевные, земные. Иаков называет их в третьей главе мудрость. Какая? Земная, душевная и бесовская. То есть вот этот вот ветхий человек, он соблазнен дьяволом. Он ошибается, он грешен. И это наша ветхая натура. Павел в послании к римлянам говорит, что о том, что в нас будет жить новый человек после того, как мы крестимся в Христа. Начинается у нас новая жизнь. Все старое прошло, теперь все новое. Эти строки тоже у нас есть, но он знает. То есть и написано, что это человек духовный. Господь с неба. Христос. Помышление его духа. То есть этот духовный человек, его дух, он начинает жить в нас. И мы вот из этой вот позиции земной, из этой позиции материализма, мы становимся более духовными личностями, ну или по-другому, можно сказать, идеалистами, принимающими как бы все божественные идеалы Бога. Все его ценности, его авторитет, его слово. И вот уже это слово, его дух этого слова, тот смысл, который наполняет это слово, и те цели, и ценности, и все вот наше сознание, оно меняется. Мы начинаем руководиться не какими-то своими плотскими инстинктами, желаниями, там, или еще чем-то такими, или какими-то соображениями, летающими в мире. Мы начинаем руководствоваться Божьим словом. Это уже духовный человек, Господь с неба. То есть это сознание наше все-таки, члены наши. Это не физическое. Сознание. Иисус Христос говорит так, если тебе правая рука соблазняет тебя, отсеки ее, бросит тебя. Это член? Рука. Ну если за руку говорим. Да, если нога соблазняет, отсеки ее бросит тебя. Это столик член. Вожди лист. Если желудок, можно покушать нормально, питаться, а можно пьянство захотеть. Денюшек хватит только на необходимое, а дочке или сыночке хочется самое такое дорогое, самое вкусное. Это тоже хотение воюющих членов наших. Отсюда и зависть тоже берется через глаза. Глаза это же тоже член. Орган. Зрение. Увидел, захотел. А не хватает. Значит нужно что-то сделать. Другое можно назвать. Ну и пошло, как мы все взаимосвязаны. Ну и нас связано. Все члены подталкивают нас к греху. Если мы посмотрим, например, на ветхозаветные заповеди, да, то есть там действительно, вот как я это сказал, против похоти, а чей есть заповедь, да, что вот мне нужно желать то, что мы видим там у соседа. Против похоти, каких-то наших, каких-то сексуальных похотей, чтобы мы не прелюбодействовали, есть заповедь, да. Руки хуравства, то есть чтобы у нас рука где-то там не потянулась или так далее, понимаете? Да, языка и так далее. Убивают почему люди? Из-за гордости где-то, да, где-то из-за того, что хотят просто забрать какое-то добро. Вот, то есть чем занимается по большому счету весь неверующий мир? Оно занимается тем, что он потешает свою плоть, то есть живет похотью плоти. Мы стараемся накопить побольше богатства, мы стараемся обеспечить нашу плоть лучшим комфортом, мы ее хотим холить, лелеять, мазать разными кремами, водить там в сауны и так далее и тому подобное. Понятное дело, естественно, да. Библия учит по печени, а плоти не превращайте в похоти. Понятное дело, что нашей плоти нужно есть, нашей плоти нужно пить, но мы не должны превращать это в похоти. То есть вот в нашем сознании должен стоять определенный фильтр, который дает возможность нам контролировать вот этот вот грех. Все это через наши члены, зависть, через наши органы возникает. Вот это все три, похоть плоти, похоть очи, гордость житей, все это через наши члены. Потому что сознание, во что вожделение членов, вожделение, мы сказали, это преизбыточное желание. То есть сначала же это в разуме возникает желание, а потом уже рука боролась, или нога. Ну, вожделение, как физически. Ну, пока, да, если он видел глаза, он не хотел верстать, понимаете? Пока глаза, он не обидел. Ну, это куда пришло? Это же мысль пришла, он увидел. Опять же через глаза. Пока он не видел, как она купалась, и мысли не проходили. А когда увидел, сразу захотел. То есть через органы, через члены. Здесь интересно, что оно все взаимосвязано, как бы, и в одну сторону, и в другую сторону. То есть глаза видят, информация проникает в разум, разум, душа, все. И обратно идет воздействие. То же самое и рука. Ты дотронулся до девушки, до парня. То есть ты дотронулся. А пошла обратная реакция мозги. Пошла обратно. То есть у нас здесь все взаимосвязано. И здесь нельзя отделять духовно от плосков. Потому что даже вот первое... Скорее душевно от плосков. Да, душевно от плосков. И в первом коринфянам там интересно такое написано. Разве не знаете, что тела ваши, суть члена Христова? То есть тела, это плоски или духовные, члены Христова, плоски и духовные. И дальше говорите. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Итак, не знаете, что с обкупляющейся блудницей становится одно тело с ней? Здесь говорится о членах тоже, как о физических числах. В управление кому мы отдаем, так сказать, наше тело, наше время, нашу жизнь и так далее. Очень взаимосвязано. Иисус, когда говорил о том, что было сказано не прелюбодействовать, он, я вам скажу, что даже тот, кто помыслил уже в голове своей, он уже прелюбодействовал с ними. То есть он предостерегает и от греха, совершаемого, так сказать, членами, и от греха, совершаемого сознания. То есть этот первый стих касается только для физически здоровых или для инвалидов тоже, если, например, человек живет парализованный, неслышанный, не видит. Может быть такого? Ну даже, да. То есть оно может быть и в жизни человек членами. Меня интересовало и на те вожделения, потому что тут написано, что вожделение воюющих членов ваших. То есть откуда, где это первопричина. Слух. И вот это мне очень понравилось. Завелся. То есть это, да, можно посмотреть, притронуться, получить мысль или подумать, и потом сделать уже, используя руки и ноги, тело, идти куда-то или действия раньше. Движение ввиз. Да, это интересно. Это одно целое наше сознание, оно построено на нашей собственной биологической сущности. Вот это вот наше бесовское душевное сознание человеческое. Именно вот это сознание, Иисус Христос, Он говорит, что мы должны отвергнуть себя и принять новое сознание. И более того, понести еще это сознание как крест, потому что оно осуждено в мире. И следует за Христом. Активные, просто люди, неверующие люди или еще что-то, это еще там не слуги, скажем так, дьяволы, хотя они подвержены и исполняют его похоти. В тот случай, когда дьяволы начинают искушать, у них нет защиты, у них нет слова, они не могут пройти, как Иисус, например, прошел в пустыне, все свои искушения процитировал в Библии. У них этой защиты нет. Павел называет, что наша вера, которая у нас есть, это щит. Это щит для того, чтобы угасить раскаленные стрелы дьявола. То есть все эти мысли, все эти искушения и все прочее, мы можем защититься нашей верой, потому что мы знаем. Иисус Христос сказал то, Иисус Христос сказал то. Мы должны жить так, мы должны верить в себя, к Божьему слову, вот оно нам оставлено руководство жизни. Чем больше в нас веры, тем больше мы имеем способность по этому руководству жить. Потому что в том случае, если мы читаем и не верим, что так нужно жить, это такая вера, она нас никак не может спасти. У нас должны быть плоды. Об этом, да, мы изучали как раз на позапрошлом занятии. Так, ну я предлагаю перейти ко второму стиху. Второй стих говорит, желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Когда в нас воюют вот эти вот уже явления, когда мы чего-то хотим, мы не можем, например, этого достигнуть, этого не лежит у нас прямо сейчас, вот чтобы вот мы увидели у соседа там новая машина. У нас, например, там нету, да, вот у нас начинается зависть. Зависть ведет нас к каким-то неправильным действиям. Или мы, например, хотим чего-то достичь, какой-то там, я не знаю, возможно, позиции какой-то, которые есть у другого человека, у нас нету. Человеческое естество вот этого плоское, оно так устроено, что мы постоянно в жизни, вот когда мы встречаемся с другими людьми, мы друг дружку сравниваем. Тынц, есть поинт в нашу сторону или нет? Тынц, есть поинт в нашу сторону, есть поинт. И вот мы пытаемся как бы найти вот эту вот свою какую-то там позицию, какую-то нишу, которая удовлетворит в достаточной степени нашу гордость. Мы ее хотим занять. И крепко, так сказать, за нее держаться. Именно поэтому многие верующие, как Иаков говорит, они, например, склонялись к греху лицеприятия. Иаков называет лицеприятие грехом. Почему? Потому что люди предпочитали дружить с богатыми людьми. Они хотели находиться в другом обществе, нежели, например, с бедными. Они хотели, что, возможно, это какие-то или лучшие для них связи, или, возможно, где-то они считают себя выше, чем та беднота, которая тут еще рядом в церкви сидит. Любой человек, он подвержен этому, плотский человек. Потому что в нем воюют вот эти вот вожделения. И что говорит это, что самое интересное? То, что все вот эти вот желания, они ведут к ужасающим последствиям. То есть вражда, мы припираемся друг с другом, мы завидуем и даже убиваем. Из-за чего происходят все войны? Из-за того, что люди хотят захватить что-то такое, чего у них нет. Есть у другого. Из-за того, что они хотят заполучить каким-то способом, враждебным способом, который делает зло, что-то такое, чего у них сейчас в данный момент нет. Но якобы говорит, что вы, люди, вы можете... У вас есть универсальный просто-напросто способ, каким вы можете обеспечить себе все необходимое, даже в сложных ситуациях. С одной стороны, понятно, что люди завидуют, и появляются войны и так далее. То есть это все глобально. Если здесь посмотреть, то это он говорит конкретно верующим людям, которые собираются в собраниях, которые знают закон свободы. И он говорит, вы убиваете. То есть даже... Для этого доходит? В каком смысле? Прямо они... Я думаю, что прям вот так вот могли убивать. Они вообще сильно брат. Он фразы тоже, человек-убийца. Например, кто воткнул топор в спину меню? Верующий человек, наверняка. Но якобы как называют этих верующих? Что в них действует? Разве в них Дух Святой действует? Разве в них мудрость, которая исходящая свыше действует? Нет, в них в членах в этот момент действует вожделение. Есть ли какая-то похоть? Я издельно из-за моментов, которые я только сейчас вспомнил, что... Каким образом они убивают? В конец во второй главе написано, что они влекут в суды. Влекут в суды, и вот богатые, да? Куляты, имя христианское, ты говоришь? Влекут в суды, и там уже, естественно, в судах какие-то были наказаны. А еще одно можно дополнить? Иоанна Иоанна, 16 глава, 1 стих. Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились, изгонят вас из синагогов. Даже наступает время, когда всякий убывающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Действительно, так и есть. То есть вот этот вот религиозный экстремизм, из-за чего, например, пострадал и сам Господь, да? То есть его распяли верующие люди, да? Отправили на крест. Он приводит к злу. Католическая церковь. Католическая церковь, ну, мы не будем говорить за всех католиков, естественно, потому что основная программа католической церкви – это вовсе не инквизиция. У нас среди католиков есть много братьев. Но дело в том, что в тот момент, когда человек соблазняется, в тот момент, когда он соблазняется на грех и начинает делать зло, в нем действует похоть, в нем не действует Бог. То есть вот оттуда у нас все вражды, вот оттуда у нас все распри. Я возвращаюсь к этой теме, что Иаков, он предлагает нам универсальный способ, каким мы можем обеспечить себя необходимым, находясь в христианской среде. Возможно, даже не только в христианской среде, вообще, когда мы просим чего-то. Если нам действительно что-то необходимо, у нас нет там воды, у нас нет еды, или нам там что-то, вот мы хотим сделать такое, что-то действительно нужное. Иаков говорит, вам не нужно враждовать друг с другом, вам не нужно захватывать силой вот этого. То есть пытаться через зло вот эту вот свою похоть моментально удовлетворить. Он говорит, все, что вам нужно сделать, это просить. Вы не просите, говорит. Есть разные способы, чего можно попросить. Можно попросить, например, там, я не знаю, хлеба, риса, воды или еще чего-нибудь такого. Бог никогда не оставит человека, то есть нету такого проявления зла на этой грешной земле, чтобы тебе не дали вот элементарных, как бы, таких вот вещей, да? Бог не оставляет верующих людей. Мы всегда готовы друг дружке помочь самому необходимому. Но в тот момент, когда мы начинаем хотеть чего-то того, что мы хотим употребить для наших вожделений, как вот говорит Иаков, в третьем уже стихе, да, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вашего вожделений. То есть мы что-то просим такое, чтобы вот нашу похоть, похоть вот эта вот, не попечение нашей плоти, когда нам нужно действительно что-то необходимо, а когда вот мы хотим удовлетворить такую-то свою гордость, такую-то свою похоть. Мы хотим там что-то такое, чего-то нам на самом деле не нужно. Вот в этом случае, да, вы не получаете, даже когда просите, пишет так. Вот этот вот стих третий, я немножечко его выписал Потому что здесь есть такая фраза Употребить, просите не на добро Она немножечко в оригинале, в греческом звучит по-другому Поэтому я вам дословный перевод скажу Просите и не принимаете, потому что плохо просите Чтобы в наслаждениях ваших вы растратили Буквально такой перевод Ничего не понятно Плохо просите Что такое плохо просите? Плохо просите не на хорошее Что в наслаждениях бы ваших вы растратили То есть мы просим не на то, что действительно нужно А на то, чтобы удовлетворить наши какие-то наслаждения Ну не на добро, значит Не на добро Ну так правильно переводить Не на добро Ну хорошо Но тем не менее Так просто То есть мы растрачиваем Растрачиваем там еще слово такое интересное на то, чтобы удовлетворить какие-то свои вот эти вот вожделения, которые воюют наши члены, а вовсе не на что-то необходимое хорошо давайте перейдем к четвертому стиху прелюбодеи и прелюбодейцы обращается Иаков к верующим братьям в оригинале стоит слово Михалидис, по-моему или Малахидис, я точно не помню это в общем прелюбодейка это одно единственное слово в женском роде здесь написано неверное и изменяющее Бога да ну то есть, кто такая прелюбодейка это проститутка по-другому как бы это то есть, это та женщина которая свой брак или свою, так сказать, любовь к своему мужчине она променивает делает грек для того, чтобы получить какие-то наслаждения чем отличается прелюбодейка от блудницы это ничего не отличается хорошо, брат это все на своем месте в существенном писании каждому слову есть свое значение прелюбодеяние хоть прелюбодейка это если ты замужем или женатым и на сторону это уже, ты не блудник прелюбодейка а если ты еще не был женатым или не была замужем и то же самое действие оно уже называется блуду ну, я так думаю, что в данном случае Иаков он обращается к верующим людям мы обручены кому? мы церковь мы обручены Христу те, кто в завете с Богом да, те, кто в завете с Богом мы заключили с Богом завет да и когда мы поступаем то есть мы берем и ради наших наслаждений каких-то вожделений мы берем и наш завет нарушаем и идем на компромиссы с грехом мы становимся прелюбодеями мы прелюбодействуем против Бога а еще одно информация вам пройдется вдруг я с вами не всегда буду человек, который старается всем понравиться хоть учитель, когда говорит чтобы всем угодить, всем в слуху он называется духовной проституткой ну, в принципе действительно, мы не можем угодить всем мы должны угождать нашему жениху небесному который есть Христос именно по Его Слову и по Его Духу жить чтобы слепится двое и станут одноплод то есть вот такой вот Божий брак где жена и муж это одно в данном случае, когда в день дедушка было большое огромное собрание и там говорил проповедь какой-то всемироизвестный проповедник этот дедушка вышел и прямо во всем слышно сказал сядь на место, духовная проститутка и отправил с позором да, ну Писание немножко по-другому обличать, по-другому, как бы учит но тем не менее да, тем не менее хорошо и так прелюбодеи и прелюбодейцы кто? те, кто ведутся на какие-то пожелания своей плоти в которых воюют все вот эти вот похоти им говорит Ряков не знаете ли что дружба с миром есть вражда против Бога и так кто хочет быть другом миру тот становится врагом Богу давайте мы эту формулу запишем она очень простая и как бы тем не менее мне кажется она очень важна мы не видят тебя потому что не ты организатор скайп конференции почему нет, я ну попробуй Люда позвонила не добавилась а, ну попробуй и так дружба Люда и Света сейчас на минутку мы вас отключим и перезвоним вам с миром равно вражда с Богом давай, мы подождем наши еще двое вы видите мне да мы уже перекрекались если ты отдаешь сердце Богу мы потому что пошли в параллельные ссылки в параллельных ссылках мы уже если ты идешь с мира значит ты против Бога мы сейчас разберем другую параллельную ссылку которую мы в прошлый раз не проходили и как бы вот эту вот истину мы закрепим как вы думаете пока что что такое дружба с миром о чем говорит в данном случае Яков ну это отступление от слова Божьего наверное найти на поводу начальство друзей делать то что все делают но не то что говорить Божье Слово то есть говорить делать что-то такое что противоречит Божьему Слову окей хорошо обрать образ мира сего обрать образ мира сего то есть подражать кому одеваться по-мерзки по-светски не видеть разницу не видеть разницу какая разница верующий или не верующий одеваются одинаково написано одеваться как пролично святым а эти люди игнорируют это написанное они дружат значит с миром они променяли Иисуса Христа на моду а в данном контексте вот в контексте четвертой главы вот это такое относительное понятие как вы думаете в контексте четвертой главы в контексте вот этих вот стихов о чем говорит Яков то есть он же не просто так взял давайте мы прочитаем этот это первое послание Иоанна вторая глава 15-18 стих я прочитаю быстренько не любите мира ни того что в мире кто любит мир в том нет любви отчий да то есть формула та же ибо все что в мире то есть вот эту дружбу расшифроваться все что в мире это похоть плоти похоть отчей и гордость житейская о том же ли самом говорит и Яков он начал точно так же о тех вожделениях которые воюют в телох в членах наших если мы идем на поводу вот этих вот вожделений на поводу вот этой вот грешной природы на поводу вот это вот вот мы хотим увидеть это мы хотим увидеть и гордости нашей житейское, о чем говорит Иаков тоже, что люди, которые учительствуют, они вот друг с дружкой начинают там где-то что-то спорить, делиться, разногласия это же все гордость это все дружба с миром давайте мы распишем немножечко не любите мира, не того, что в мире кто любит мир, в том нет любви очень то есть давайте мы вот эту табличку сделаем и напишем ибо все, что в мире похоть плоти похоть очей вот, кстати говоря, здесь можно взять параллель, о чем мы разговаривали с Наташей то есть похоть плоти непосредственно похоть каких-то наших членов похоть очей, это, наверное, похоть сознания похоть очей и гордость житейская тоже похоть сознания мы хотим иметь какую-то позицию мы хотим создать себе имя, помните, да? мы ведь я важно достойно о, какая гордость гордость житейская все рекламы на этом построены ведь я этого достойно что говорит еще Иаков об этом же самом прелюбодеи и прелюбодейцы не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога то есть к чему это все приводит? это нас приводит к вражде это нас приводит к распре это нас приводит к греху в разных его проявлениях вплоть до убийства я напишу здесь грех вражда с Богом то есть какие мы можем написать противоположные вещи то есть, например, похоть и плоти противоположная вещь, чтобы дружить с Богом что мы можем написать? чему нас учит Библия? воздержание воздержание, правильно воздержание похоть очей воздержание воздержание здесь дальше он отвечает на этот вопрос но тем больше дает благодать посему и сказано Бог гордым противца а смиренным дает благодать если это гордость житейская это та то смирение это на этой стороне ну да смирение здесь смирение здесь смирение но вот это вот разберем похоть очей в этом смысле что пухать плоти пуха течи гордость житейская чтобы не дать гордости житейской нужно воздержаться конечно же вы задержались а гордость смирение гордость противоположная это гордость гордостью называется когда не согласен со словом не согласен а смирение это согласие еще не действие не само действие она на том мысленном уровне когда ты согласен и ты согласен это ты смиряешься тебе не хочется слова с смиряется как бы сходишь ты не хочется мириться но ты себя употребляешь силе чтобы все-таки смириться кстати говоря это слово очень хорошо использует иаков мы проходили это у нас было что если мы поступаем по закону царства мы разбирали оригинальный греческий текст что поступаем то есть преклоняемся перед царским законам под него так сказать мы прогибаемся да то есть он нами начинает управлять тогда мы как бы делаем хорошо похоть очей мы знаем что есть заповедь ничего не выживать того что у нас что есть кому другого там не вала там не осла и и тому подобное да и павел говорил о том что он учился жить и в достатке и в бедности там и так и сяк да и всегда он как бы довольно все нормально да то есть здесь давайте быть довольны тем что имеешь да так как-то быть довольны давайте надо можно даже еще правильно написать тем что дает бог да я думаю воздержание это ко всем трем от сюда надо тогда записать него здесь мы можем греху написать это воздержание там от греха но тем не менее у него есть обувь на слово держание напиши а воля божья то похоть плоти то есть воля плоти а то воля божья ну там это желание желание плоти а здесь желание бога воля в отношении очистить этих трех воздержание это ко всем этим трем ну да и он сказал интересно в отношении честь что он положил завет с глазами ну и грех соответственно опозит это у нас праведное здание вот будучи праведными будучи смиренными будучи довольными тем что бог дает по воле бога еще неправильно а то дух желает противно плоти а плоти противно дух знаете готов желание духа похоть духа нет не похоть это уже желание ну давайте надпишем желание духа желание против а тут желание ну желание там похоть то есть слишком увеличенное желание ну давайте мы не будем уходить буквально слишком далеко самое главное мы должны понять что вот это вот это вот все вот как живет мир это дружба с миром вот этот вот образ жизни удовлетворять свою плоть до всей эпохи удовлетворять все то что мы не захотели и не увидели удовлетворять свою гордость что ведет нас к греху это дружба с миром какой человек написано он становится то есть это процесс врагом богу может быть начаться с малого но потихонечку потихонечку больше и больше склонны что вот это вот похоть она нас уведет в грех как мы читали в первой главе что похоть зачавший рождает грех да это ловушка точно так же например дружба с миром это любовь к чему то есть мы знаем что бог есть дух то есть дружба с богом это любовь к чему то духовному дружба с миром это любовь к мирскому к плотскому к материальному к тому чтобы копить богатство земное здесь мы копим богатство небесное здесь у нас тяга к материализму удовлетворение каких-то материальных наших потребностей вернее желаний наших и здесь у нас идеализм мы живем идеалами божьими мы живем по слову мы стараемся изменить мир несмотря даже на то что где-то мы возможно теряем вот тут вот в наших похотях где-то вот наша плоть она ей приходит смиряться это все это все видимое это все невидимое да две разных природы то есть два разных мира Иисус сказал что мое царство не от мира сего чье царство здесь в этом миру здесь действительно здесь правительство князь тьмы сатана действительно так и есть давайте разберем пятый стих до ревности написано до ревности любят дух живущий в нас то есть написание не напрасно оно не просто так говорит что до ревности любят дух живущий в нас о чем это говорит? это говорит опять же о нашем прелюбодействии когда мы берем и вот эту вот любовь которую дух нас любит мы промениваем на уж деление нашей плоти мы начинаем прелюбодействовать против духа против духа Христа против того с кем мы обручены очень многое писание как бы сравнивает вот именно наше подчинение вот этому вот небесному жениху ну как вот отношения мужа и жены да? до ревности любит дух не хочет дух чтобы мы любили вот это вот все дух хочет чтобы мы любили вот это вот все желание духа в первую очередь да? любит он до ревности да? любит он до ревности отсюда нужно еще отметить что ревность это хорошая вещь и не говорить так как многие из изучений говорят что дух ревности это плохой нет Бог ревнитель дух любит до ревности ревность это хорошо особенно когда ее имеют и по рассудительности и по бою когда ревность исходит из людей правильно? когда ревность исходит из людей да как это написано а если бы ты был холоден или горяч это до ревности или ты до ревности противишься или ты до ревности на какой стороне вернее воин а теплый это так и вашими нашими как халуи и туда и сюда действительно в библии весь ветхий завет весь новый завет он пропитан тем что бог постоянно ревнует свой народ по отношению к себе да то есть люди они пытаются всеми силами это по всему ветхому завету просто вся эта история они всячески пытаются бога предать всячески пытаются любить что-то другое больше чем бога первый заповедь который бог дал что нужно все сердце сто процентов отдать богу люди тем не менее они берут и свое сердце они отдают где-то мамоне где-то ваалу где-то вот этим вот богатству или идолам или еще чему угодно давайте вот я сейчас прочитаю вам интересный отрывок это Исаия вторая глава Исаия 7 стих то есть мы когда когда мы любим какой-то вот богатство или когда вот мы что-то вот какие-то вот материальные блага какие-то вожделения хотим свои удовлетворить мы преклоняемся перед ними мы склоняемся вот не перед богом а перед чем-то то что сделали собственно говоря наши же сами человеческие руки вот именно это поведение вот здесь вот Исаия очень хорошо оно осуждается и наполнилась земля дома Иакова серебром и золотом и не от числа сокровищем его и наполнилась земля его конями и не от числа колесницам его и наполнилась земля его идолами они поклоняются делу рук своих тому что сделали персты их и преклонился человек и унизился муж и ты не простишь их в тот момент когда человек лицеприятствует перед богатым он преклоняется перед этим богатством в тот момент когда человек посвящает всю свою жизнь богатство он преклоняется перед богатством перед тем что сделали человеческие руки а не преклоняется перед богом бог ревнитель он хочет чтобы мы любили вот это вот все сердце наше должно быть отдано туда бог совершенно четко сказал либо где сердце где богатство ваше там и сердце ваше будет когда мы преклоняемся перед какими-то материальными благами у нас начинает во первых мы мы становимся врагами бога мы отдаем свою любовь чему-то другому мы поступаем в себя как прелюбодейки мы предаем дух бога и самое главное что все это оно ведет нас к греху это может быть косвенно может быть еще как-то неважно помните когда Сатана искушал Иисуса в пустыне одно из его искушений было какое дам тебе все царства и все богатства мирские не только преклонись передо мной он сам он царь вот этих вот мирских материальных богатств Сатана он он князь этого мира что ему сказал Иисус Иисус сказал написано только богу твоему поклоняйся и только ему одному служи мы не должны преклоняться что такое преклоняться считать себя ниже чем какая-то там позолоченная безделушка или какой-то там я не знаю там машина с какими шильдиками не преклоняться если плачьи поклонишься ну я точно да не помню плачьи поклониться то есть поклонением ему дому к земле то есть сатана хочет чтобы сын божий преклонился перед что-то другое нежели сам творец вселенной бог говорит что только бог достоин того чтобы мы ему поклонились мы не должны соглашаться на что-то меньшее хотя сатана всегда пытается нас увести одно из искушений Иисуса Иисус его прошел в том случае если в нас орудует вожделение плоти мы не защищены мы не сможем ответить так как Иисус в том случае если в нас орудует дух Христа наше ответ цитание будет тот же самый Богу одному поклоняйся ему одному служить несмотря как бы нас все те в чем это проявляется в жизни элементарно то есть где-то в какой-то момент у нас есть возможность что-то такое заполучить что потешит нашу плоть или нашу гордость но при этом мы должны где-то пойти на компромисс на какой-то сатана где-то совершить ложь сказать где-то мы должны сделать какой-то грех возможно мы где-то украдем возможно мы где-то скроем правду возможно где-то еще весь маркетинг на этом построен по большому счету у Иисуса не было сатаной каких-то компромиссов его дух он не имеет ничего общего с вот этим вот мирским поэтому вот это вот очень жесткое правило оно сквозит просто через всю Библию и так если в каком-то в каком-то в какой-то ситуации сатана нам нашептывает посылаются нам какие-то мысли да то есть мы начинаем думать о том что ну вот здесь где-то мы можем что-то сделать такое что ну как бы не совсем по Библии что вот где-то там как бы где-то мы скажем зло где-то мы там что-то это где-то не важно ложь какую-то мы сейчас же становимся друзьями миром а? сейчас же сатана никому ничего не не искушает не искушает ну люди искушают да а кто людям говорит? что сказал Иисус когда подошел Петр и Петр ему сказал учитель иисус ему сказал отойди от меня сатана потому что о чем ты говоришь человеческое но не того что хочет похоть вот эта вот бесовская мудрость о которой мы говорили вот эти вот похоти плоти и все такое прочее это орудие сатаны то есть вот этот вот дух сатаны как бы он действует ну именно через вот эти все похоти через искушения через вот это вот все значит мне один человек рассказал такой рассказ то есть сочинение но оно я думаю по теме пост шел православный а один кот решил покушать а нельзя же пока не кончится этот пост нельзя кушать ну он взял яйцо и на свечке крутит а тут заходит аферик говорит батюшка что ж ты делаешь сейчас же великий пост он говорит сатана покутал а сатана говорит да я никто не догадался на свечке не спрятывать свернул на свечке оказывается сатана додумался окей давайте мы закончим на том что мы должны все помнить что мы церковь мы братья мы не учителя друг другу у нас нет какой-то зависти друг другу у нас нет каких-то разделений вражды споров у нас есть один единственный учитель Божье Слово Христос все кто достоин какого-либо поклонения единственный кто достоин какого-либо поклонения это Бог больше никто мы не преклоняемся перед другими людьми мы не преклоняемся не создаем себя каких-то кумиров или еще каких-то там супер пастырей поповедников или еще что-то такое у нас один учитель и мы все братья мы та невеста которая обручена со Христом и наш завет это вот как вот сейчас говорят выходящие замуж люди что быть со Христом и в богатстве и в бедности и в болезни и в здравии пока смерть только в данном случае не соединит нас да то есть оставаться вот в этой позиции наше богатство может расти наше богатство может исчезнуть наше сердце не должно туда принадлежать для того чтобы каким-то образом что-то получить то когда мы находимся в нужде мы можем просто просить тогда когда мы хотим чтобы наше чтобы богатство наше росло даже несмотря на землю мы ни в коем случае не должны соблазняться на грех в том случае если мы работаем действуем все четко правильно как бы делаем что-то полезное людям у нас растет богатство слава Богу Павел говорит о том чтобы было из чего уделять нуждающимся для чего оно еще нужно это богатство дальше еще вот у нас будет интересная семнадцатый стих четвертой главы кто не делает кто разумеет что можно сделать хорошее не делает там грех то есть не просто так когда у нас есть богатство не совершаем грехов нет у нас есть еще ответственность у нас есть возможность что-то сделать хорошее четвертая глава шестой и седьмой стих давайте мы его закончим то есть но тем больше дает благодать то есть мы когда становимся друзьями Богу и не соблазняемся на похоти мирские мы получаем от Бога благодать и сказано что Бог гордым вот этим гордым противиться а смиренным дает благодать дает вот это постоянное счастье внутрь сердца дает быть тем деревом которое посажено на потоках вод и которое приносит плод в свое время все у нас будет получаться покоритесь Богу противостаньте дьяволу и убежите от вас точно так же как дьявол убежал от Иисуса когда тот остался тверд в вере остался как бы в Божьем слове несмотря на все эти искушения богатства гордостью и всем прочим аминь друзья и на этом мы закончим